привет друзья вы смотрите канал около музона сегодня мы посмотрим видео константина сапрыкина и я на самом деле не знал вот до сегодняшнего дня кто это но я увидел что у него с моисеем великановым какая-то там как то ли конфликта ли я не знаю вот и плюс видео которое мы будем смотреть называется умеет ли фред гитарист играть на гитаре это очень интересно потому что споры в интернете ходит либо он круто играет либо нет давайте посмотрим и плюс тут еще слэш гитарные истории про гитарные истории у меня тоже был обзор так что давайте посмотрим что он скажет буэнос диас амигос я не очень люблю записывать такие ролики но иногда приходится расставлять все точки над ю да и вообще погода благоволит все очень цветет и благоухает такое измрудное но ветер порой налетает такой что забивает абсолютно все микрофоны поэтому я решил спрятаться в машину да иногда еще и дождь может вот так пройти две минуты спокойно себе вылить всю свою жидкость на мою камеру и уплыть поэтому уж извините посижу в машине вот здесь птички поют можете чуть-чуть это послушать как раз говоря об образовании очень многие любят метал музыку и я хочу вам посоветовать подписаться на группу restless mind очень мощный ментал недавно вышел у них новый альбомчик обязательно заценивайте потому что многие на канале говорят что мы хотим новой музыки вот и проверим как вы любите новую музыку я ссылочку оставлю в описании оставлю в закрепленном комментарии кстати говоря рекламирую только то что нравится мне и я хочу посмотреть сколько людей перейдет к ним послушать этот альбом и под вот всегда чтобы снять все претензии с рекламы надо просто говорить лично мое мнение все отстаньте от меня не то что мне заплатили денег за рекламу и мне пофигу что это а это вот мы лично мне вот нравится и никак до этого не докопаешься поставить свои лайки комментарии я обязательно это все проверил обязательно посмотрю и увижу отклик аудитории если вы хотите новой музыки мощной метальчика пожалуйста переходите закрепленные комментарии и в описании все это будет вперед и с песней у меня возникает ну записано вроде неплохо музон то есть такой прям гораздо лучше тех групп записей которых я слушал в молодости там всяких инфлеймс и прочих вот но сейчас делать такую музыку ну и вокал по моему не очень маленький кусочек был но по моему слабоват вокал вот и как всегда тексты по моему ни о чем что-то космическая эпоха что-то какая цифровая эпоха фигня какая-то один вопрос для чего вы мне в личку присылаете ролики когда кто-то отзывается обо мне негативно или позитивно у вас две цели или одна вторая цель в принципе у всех адекватных людей должна быть какой чтобы я с этим человеком познакомился и возможно сдружился и у нас были какие-то коллаборации да вряд ли я думаю что подавляющее большинство хочет чтобы я начал с этим человеком срач но я срачами не занимаюсь и никогда ими не занимаюсь за всю историю был один сач который был в кулуарах и он вылез наружу только в виде песни которую в итоге я удалил ибо после того как это вылезло все наружу взбурлили задницы и я понял что очень многие из моих слушателей не отличаются от школоты которая носится по интернету в поисках срача ну и меня это очень сильно расстроило в итоге я написал этому человеку что давай заканчивать срач потому что мы взрослые люди мы все-таки не вот эти школьники и он оказался вполне себе адекватным и мы чтобы не носить камень за пазухой всю жизнь все это дело спустили на тормозах и вполне себе нормально общаемся больше в срачах интересно с кем был срач можете если кто знает напишите в комментариях ссылочку скиньте на видос там или я не знаю на что а но он все удалил но в общем хотя бы напишите с кем был срач просто интересно я знаю это у блогера или нет я не участвовал никогда и когда вы мне вот это присылаете вы рассчитываете что будут срачи нет их не будет потому что мне на эти все разборки фиолетово вот сейчас присылают ролик димона с канала гитарные истории я посмотрел нормально мужик сидит адекватный все нормально вещает в чем проблема типа ну кстати димон с гитарных историй я бы не сказал что он прям адекватный потому что когда было были все срачи с фред гитаристом он общался в такой манере да это мразь я не знаю алексей навальный там владимир путин там кто угодно даже если по мелких взять никогда не будет такого да он мразь да он это ну блин это конечно жириновский мог себе позволить какое-то на каких-то телешоу но это все-таки телешоу и жириновский сутки особенный персонаж а вот все остальные как бы такого не бывает а когда человеку так вот переходит на такие вот на такой вот формат речи это уже немножко неадекватность показывает то есть я представляю как димон гена из гитарных историй да он вроде такой адекватный адекватный но что-то ему там показалось что что-то не так кто-то сказал и он прям с катушек мне кажется может слететь и реально ну это мое ощущение не знаю да будет срач запасаемся попкорном а чё там ну все правильно сказал человек за исключением некоторых моментов где я с ним не согласен ибо у нас разные цели предыдущий какой-то там его стрим не панамарь присылал до басри его я посмотрел ну как человек был там не прав что вот я всех обсираю там типа все такое я не понимаю кого я обсираю если я говорю что альбом кипелова плох то он плохо я же не говорю что он говно если бы сказал что он говно это действительно это уровень школьника который там пришел твою песню говно там играют профессионалы абсолютно все сыграно ровненько четко профессионально все это в студии это бесспорно но с точки зрения слушателя альбом очень плохо очень слаб я об этом сказал с огромным количеством примеров что самое главное потому что если без примеров то это да это будет обсер или допустим сказать что кипелов не умеет петь это обсер или условный там ступен он там выглядит страшно там внешне мне кажется и без примеров можно спокойно сказать что мое личное мнение как ты сейчас сказал тебе нравится вот эта группа которая ты прорекламировал а ты также можешь сказать что без примеров без всего мне не нравится эта группа группа полный отстой и все это что будет обсер нет просто мое мнение вот я послушал ее вот этот кусочек мне показалось что это отстой это не обсер это как бы личное мнение вид какой-то это тоже обсер а если ты с примерами о чем-то говоришь с точки зрения слушателя ну блин ну действительно так было умолчанно но плохой он композит вот никакого примера у меня нету просто скучная вот кусочек поставили он был скучный получается по крайней мере в этом альбоме он и оказался крайне слабым в этом плане там вот возьмем условный квадрат в песне да там четыре аккорда сыграли ему говорят вот тебе ритм нужно сюда наиграть соло и молчанов такой чик начинает играть он сыграл 10 партий импровиза вот это все дело шестую право так рандомно вырезали вставили в песню а там уже гитара не строит на другой аккорд случайно залез такой фейд-аут сделали под конец соло и впихнули в альбом вот так это получалось это чё обсер нет так и есть я об этом и сказал или там допустим ты обосрал ступина где обосрал ступина вы задаете вопрос как я отношусь к творчеству константина ступина я на это адекватно ответил понеслась волна такого кто такой константин ступин я похоже короче не на ту территорию залез никого не знаю это там дизлайки все дела меня это дело раззадорило я обожаю когда вот такое происходит когда я высказываю адекватное мнение и прилетает тонна неадеквата в ответ то у меня рождаются песни ямаха f310 песня друг там гей из вологды проступина пушистый хоз больницы причем это все дело прямо вот именно про этот электорат который прибегает и срется поэтому мне это нравится а так обсера я нигде никогда никого не обсирал в каком месте я обсирал и вот димон я очень за тебя рад действительно вот от всего сердца говорю что ты исполнил свою мечту и поговорил со всеми музыкантами подружился с кем хотел поговорить в жизни youtube тебе дал эту возможность вот смотри я например не хочу общаться с условным там рейником да и северного флота я не радовался тому что он там про меня что-то сказал как говорил ты мы над этим смеялись потому что он не называл фамилию ну страшно ему по какой-то причине они то что он обо мне сказал мне вообще это все не интересно у меня цель только одна youtube для меня существует только с одной целью это трансляция моих песен как курышка по зернышку кукурышка да как курышка по зернышку ко мне приходят все новые слушатели и когда мне пишут что послушав той песню деревенская я заплакал позвонил родителям коим звонил там раз в полгода и поехал к ним в деревню начал косить траву ужаснулся какие они старенькие решил им вот во всем помогать и сейчас созваниваемся чуть ли не каждый день народ я не знаю у меня никак в жизни такого не было чтобы я послушал какую-то песню такой вот оно что ну все и просто начал что-то делать из-за песни я не знаю напишите в комментах реально вы у кого-то такое было песня она может сопровождать там твою грусть или твою радость там еще что-то ты ну вот так вот чтобы послушать песню и прозреть и поехать в деревню мне кажется мы тролли какие-то пишут у меня у самого были слезы когда мы не такое пишут люди поэтому youtube для меня существует только вот ну и кстати блин то есть youtube для тебя существует только для того чтобы как бы свои песни распространять но как раз когда известные люди а тебе уже что-то говорят значит твои песни хорошо распространяются это как показатель твоей популярности так что я не знаю чё тебе пофигу я думаю что ты лукавишь сейчас тебе не пофигу никому бы не пофигу было если бы о ком-то что-то сказал известный человек в качестве ретранслятора песни конечно иногда приходится что-то снимать когда канал посаживается там топ песен которых тошни то песни столбе falso Mode но это не хайп это просто я придумал это хайпа это когда все хайпили на песни там заплатите виду ведьмаку там хокканной монеты на это все делали практически я на этом не хайпил а мог бы кайп 2 без проблем но мне это не нужно я если и хайплю как говорится до то только тем что придумал само ибо все хайповые вещи они проходят уже там год прошел я об этом могу ролик сн demonstrating кто-то там закрашу а чтобы сразу там что-то нее ты такое не делаю поэтому мне плевать на что там какой-то монтаж паркинсонный надо делать для современных школьников, какие-то хайповые разговорчики, плагиаты или совпадения, какие-то вот эти все, как Фред снимает, умеет ли кто-то играть, мне это неинтересно. Я хочу писать только песни, и появляется все больше и больше людей. Фред снимает как раз, у него просто другая задача, он снимает в качестве преподавателя, показать вот как играют в известных группах люди, и они что плохо играют, и их все слушает весь мир, и что надо учиться не на них, а на других музыкантах. Ну и плюс, конечно же, это хайп, потому что реально эти видео нормально собирают просмотры. Людей, которые говорят, давай мы тебе денег дадим, только новые песни пиши, только запиши их в студии, и я от этого просто в эйфории. Вот сейчас пишется третья часть бардкора оперы. Вообще, знаете, что я сказал бы? Вот я как вижу вообще, как работает интернет вот сейчас, это такая странная на самом деле вещь, то есть и она очень похожа на нашу политику, вообще не только на нашу, а на политику вообще всех стран. То есть здесь в интернете блогеры зависят от людей, которые их смотрят. И если вот, ну то есть, рано или поздно блогер просто думает, зачем мне делать сложный качественный контент, когда люди его не смотрят. Я лучше буду делать тупые срачи, например, или еще что-то, и это будут смотреть. То есть, как бы блогер, он подстраивается, мало блогеров, которые прям делают то, что им нравится, то, что это, все начали эти кликбейтные названия писать, эти картинки лепить, где на картинке какая-нибудь такая заманивающая картинка, ты кликаешь, а дальше уже ты уже забываешь, и ты просто смотришь видео. Хотя видео вообще там к этой картинке не особо отношение имеет. То есть, это все как бы не такое небольшое лукавство, вот, и люди потом этому еще и недовольны, то есть, вот, что вы нам тут плохой контент снимаете, хотя хороший никто смотреть не хочет. Я понимаю, что я не смотрю серьезный какой-нибудь там научный или там еще какой-то познавательный контент. Ты смотришь его, но очень редко, когда тебе нужно, а в основном все смотрят, конечно же, развлекал его какое-нибудь тупое. Вот, но, короче, это странная вещь, не знаю. И вот в политике так же. То есть, президент, он вынужден говорить сладкую ложь, которую народ хочет услышать. То есть, все президенты, они подстраиваются. То есть, почему их там эти, когда они программу, например, готовят, и потом из программы ничего не выполняется через 10 лет. Потому что они обещают то, что народ хочет слышать, а не то, что реально можно сделать. То есть, то, что они обещают, это просто невыполнимые, допустим, задачи. Но они их обещают, что народ хочет слышать. А потом народ забывает, что что там обещали, и все, и всем пофиг. Вот так же и с блогерами. То есть, делают все то, что народ хочет, грубо говоря, people have it. Песни в альбом, которые вот серьезного творчества Константин Цапрейкин, которая называется. Вот так это все происходит. И вот то, что ты достиг своей цели, я очень рад. У меня случаются разговоры с музыкантами и все такое, но это происходит в основном спонтанно. Ибо YouTube для меня существует, чтобы вот песни писать. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Но у меня такие песни, что если человека они зацепили, значит это человек не дурак. Ибо человек, который слушает там песню Ной, она не будет там вот это кач, вот это как животное. Сейчас я вот это все потусуюсь. Нет, здесь все другое. Здесь все очень сложно. Опять начинается вот это вот типа там кач, и значит человек, который слушает кач, это дурак. Я просто не согласен, я не понимаю, что с вами не так. Сложно. Вот это что, он честно говорит? Я не поверю. То есть я не поверю, что он музыкант, пишет там песни, что-то, и ему не нравятся качевые там какие-нибудь, допустим, рэп даже исполнители. Или не рэп, а рок исполнители. Человек на эту сложность. И вот так сказать, что вот у «Лимбискит», например, качевый риф и такой музон качевый. Вот. И типа его дураки все слушают. То есть там полмира дураков. Что за бред? Западает, значит он уже не дурак. И вот от этого я начал. А вот твои-то песенки, которые я вообще ни одной ни разу не слышал. Я так полистал его канал чуть быстренько, посмотрел у него там одни каверы. Я не увидел, причем достаточно плохо спетые, то есть вокал у него ни о чем вообще. Данных нет практически. Да, он что-то там поет, но это фигня все. Вот. Играет очень обычно аккордиками там, то есть примитивно достаточно. Гитарка у него дорогая, хорошая, кстати. Вот. Вот. И просто поет кавера. Ну да, там какие-то может его песни есть, я их не увидел, но блин. Пусть эта аудитория там небольшая, она очень медленно растет, но я хочу только этого. Вот и все. Поэтому в твоем ролике все вполне себе было нормально, адекватно. А то, что реагируют оракулы наши, да, из музыкальной среды, типа на людей наподобие сокола, вот этого я действительно не понимаю. Во-первых, как можно реагировать на сокола, если человек, ну по факту, блаженный? Ну он очень глупый, но он мальчик еще совсем, 12-летний седой мальчик, это по факту. Потому что я смотрел его вот этот ролик, как там, типа, суп том-ям готовил Дубинин. Как вот говорят современные? Ну, вот сокол у меня тоже был обзор, с чувством юмора у него точно проблемы, это вот сто процентов. Школьники, я словил этот, кринж, вот, позор, вот этот испанский стыд, кринж, вот эту тему. Я на это все смотрел и такой, вот насколько человек блаженный, ну у него даже, вот он типа думает, что... Я видел этот видос, даже думаю, блин, можешь глянуть, можешь реакт на него сделать, но что-то не стал, думаю, ну уж суп том-ям, что-то какая-то дичь вообще, не стал смотреть. Он шутит. Когда вы ели том-ям, и вот играет в эту игру, что типа он бедненький, несчастненький, как вот привыкли все в интернете мыть, что мы плохо все живем и умираем, и типа том-ям никто не ел, а вы ели том-ям, а вы ели, ой нет, это Дубинин буржуй том-ям и ест. Том-ям, сокол, стоит с доставкой от 90 рублей, 90, 100, 110, 120, в Москве там 150, вот в Брянске просто набери там delivery club, что хочешь, и купить этот суп том-ям, он стоит 100 рублей. Ай, ты настолько плохо живешь, что ты не знаешь суп том-ям за 100 рублей, у нас в восточную кухню уже давным-давно люди стали любить и готовить и так далее. Ну, когда ты спер идею с нашей Раши, типа, а, нет, вот этого ингредиента я сейчас заменю картошкой там, да, ну, и когда была там такая сценка у них, ну, это прикольно. Когда сокол пошел за едой в самоизоляцию, к нему подходит сотрудник полиции, и знаете, такой, как он, подожди, капитан полиции Задрищенко. А-а-а, я это смотрю, ну как? Ну да, это уровень юмора, конечно, просто капец, это просто примитив. Вы понимаете, это, вот, буй пел в тяпку, это было прикольно, а этот чувак, он думает, что это юмор, слушай, это не смешно, это колхоз, ты можешь любую фамилию придумать, не смешную, но какую-нибудь актуальную, допустим, сейчас что у нас, карантин, да, карантинов, или карантинен, да, как там, когда, ковид-19, да, капитан ковид, ковидов там, ковид-19, ну, какую-нибудь такую хрень, это было бы, ну, как бы не смешно, но зато актуально, это задрищенко, это смешно, и над этим смеяться надо. Ну, ковид, это тоже было бы тупо, там, допустим, лейтенант суровый, вот, было бы достаточно забавно, то есть, такие, как у Гоголя, говорящие имена, у Гоголя, по-моему, говорящие были. Да это каким нужно быть идиотом? Ну да, в мертвых душах, там, у всех говорящие фамилии. Чтобы такое выдавать в интернет, это же стыдно, это позорище. Буй в тяпку пел, ну, там смешно. Он сам не понимал этого, ну, а ты, типа, делал смех. И когда я угорал, что над тем, угорал над тем, что шампиньоны, это дорого, поэтому я заменю это нутом. Что шампиньоны, что нут стоят одинаково. Что-то там рублей по 150, по 200, вот такая какая-то фигня. Ты, алло, ну, у меня нет слов. Это, как это там, кринж, кринж, да. Это действительно так. Я не понимаю, для чего тот же Грановский реагирует на вот это все дело. Потому что Сокол, как клещ, он, естественно, в этом цепится и будет такой, вот это хайп, да, сейчас там, бла-бла. Мы будем с Гранов... Ну да, кстати, я понял, что Сокол, он реально просто хайпует. То есть, все его видео, это просто хайповая тема. Просто словить хайп. Это вот есть такая вещь. Грановский, вот эти разборки, я опубликую, там переписки не опубликую. Ну, на это смотрится, не знаю, зачем Грановский на это все дело реагировал. То, что клип у мастера вышел очень плохим, это правда. Это бесспорно. Просто Сокол не умеет говорить по-нормальному и объяснять по-нормальному, почему клип плох. Но то, что он имеет право высказаться на этот счет, это абсолютно точно. Ну, когда он ляпнул фразу, что Али Грановский лишает меня свободы слова, это вот как Дима с гитарных историй сказал, это вот фраза, тупее, я, наверное, в жизни не слышал. Теперь по Фреду-гитаристу. Вопрос был, как относишься к рубрике «Умеет ли Фреда-гитариста». Во-первых, я вообще не гитарист, но рубрика, она абсолютно бесполезная. Но Фред-гитарист красавчик. Как успешный медиа-менеджер, он нашел рубрику, которую вы будете смотреть. Вы именно это любите, вы любите срачи. И он под личиной того, что он показывает, как нужно играть, держать руку и остальное, сделал эту рубрику, и вы будете ее смотреть. Ну, прям вот ты сейчас утрируешь, потому что прям под личиной того, такой вот он злодей. Блин, я с детства реально слушал все эти метальные группы в детстве и не понимал, почему там на концертах они так плохо звучат. Почему там реально какой-нибудь видос, там увидишь, какой-нибудь Кэрри Кинг там что-нибудь показывает, ты не понимаешь, что он так играет, чушь какую-то. То есть реально хотелось бы увидеть какого-то человека, который бы подтвердил. То есть ты сам еще мелкий, ты не можешь как бы мнение создать, что «А, ну типа, блин, он же играть не умеет, ты сам потому что еще не особо умеешь, но ты что-то слышишь, что что-то не то». И нужен такой человек, был бы мне лично, в моем детстве просто не было такого человека, который бы сказал «Да блин, просто он плохо играет, не обращай на это внимания». А как они там студийку записали, неизвестно, да и студийки там все кривые косые. То есть, блин, в образовательных целях это очень хорошо. И когда ты это понимаешь, ты такой «Да, а кто хорошо играет?» И тебе там, допустим, говорят «А вот этот гитарист, а вот этот, а вот этот». И ты такой «А, у них прикольно, буду смотреть у них, буду смотреть, как они руки держат, как они пальцы ставят». Это очень крутая, крутая вещь. Это образовательная вещь, очень нормальная. Ну и плюс хайпово еще. То есть тут срослось все. Тут как бы все срослось. Поэтому Фред это и делает. Рубрика абсолютно бесполезная. Почему? Потому что в них все одно и то же. Это раз. Во-вторых, эта рубрика, допустим, такие ролики, они ориентированы только на одного человека. Это, допустим, умеет ли играть на гитаре Попов. К примеру, Попов посмотрел такой «О, здесь я плохо играю», и что-то себе там, какие-то моменты подшлифовал. Вы же это смотрите только для того, чтобы, бля, сейчас Фред обосрет, обосрет. Если он будет каждого хвалить гитариста, вам будет это неинтересно. Интерес угаснет очень быстро. Но тут я соглашусь, наверное, да, если Фред будет показывать, как вот он хорошо играет. Вообще люди не любят смотреть то, что хорошо. Все хотят плохо, критиковать. Такая вещь есть, конечно. Но, ну да, наверное, все-таки Фреда смотрят как развлекательный больше контент. То есть не так, что вряд ли кто-то садится с гитарой и такой «Так, как он там ставит?» Так, вот это не умеет играть. Это неправильно, так, как Фред показывает? Вот так вот. Нет, ты как бы другим можешь обучающий видос Фреда посмотреть, ты все понял и все. И тебе это уже как бы не особо нужно. Просто занимаешься и все. Ну, отчасти соглашусь, ладно. Отчасти. Марина, естественно, никогда в жизни не обосрет Фред гитарист. Потому что он понимает, что если обосрать Хэммета, то будут дизлайки. Но в то же время это будет очень крутой хайп. А если обосрать, например, Каспаряна. Я думаю, что про Каспаряна он может сказать, это там не моя музыка. А если вот взять, ну, обстрагироваться от этого, то он хорошо играет. Это будет максимум, что он может сказать. Нет, тут, я думаю, Фред врать не будет. Просто он может не сделать вообще видео про Каспаряна. Вообще ничего про него не сказать, чтобы действительно не попасть в ситуацию. Потому что все обожают там кино. И как бы это будет жесть просто. Хотя для хайпа, почему бы и наоборот не поднять эту тему и не сказать, что Каспаряна, допустим, плохо играет. Я не знаю, как он играет сам по себе. Но, допустим, если так представить ситуацию, что Фред вот такой вот злодей, такой хайповый. И только ради просмотров делать видео. Наоборот, прикольно. Он скажет, что Каспаряна не умеет играть. Это полгода будет обсуждать на ютубе. Ибо если он воткнет его в эту рубрику и начнет говорить, что Каспарян плохо играет, что тут он неправильно держит руку. Тут дресня в куры клюют, петухов и индюки обосрались. То ему придется чуть ли не канал закрыть. Его возненавидят все абсолютно. Ибо он знает это и является успешным медиа-менеджером. За что ему колоссальный респект. Ибо он нашел ту рубрику, которую вы будете смотреть. Вы любите срачи. И он вам... Ну нет. Ну, блин, про Металлику то же самое. Типа, что, Металлика не такая популярная, как кино, что ли? Да нет. Их дает. Я его прекрасно понимаю. Потому что, когда он выпускает ролики, действительно обучающие, классные, очень нужные. Я, кстати, не понял, почему он Маврина не может сказать, что плохо играет. Ну, Маврина играет нормально относительно. Они собирают вот столько просмотров. Гулькин член, как говорил Мирон Федорович. Да? А когда он снимает, умеет ли какой-нибудь Терентьев, то это несется по всему интернету. И все, так, обосрал, обосрал, ну-ка, как обосрал. Вот вы этого хотите. Потому что... Ну, кстати, да. Тут еще такая вещь, что, когда Фред берет известного музыканта, гитариста, и, допустим, говорит, что он хорошо играет, то это очевидная информация. Все как бы люди так и думали изначально, что он известный, да, он в известной группе, значит, он играет хорошо. То есть тут нет никакого разоблачения, нет никакого, типа, шок-контента. Вот. А когда люди думают, что вот этот гитарист, он играет в популярной группе, он крутой, он супер играет круто, и им показывают, что нет, ребята, это просто полная дичь, конечно, люди просто офигевают от этого, у них взрывается пукан, и они бегут там, типа, в комментариях там спорить и что-то там кому-то доказывать. То есть еще в этом проблема, да. То есть, конечно, видео, которые что-то необычное будут собирать больше. Ютуб превращен уже давным-давно в помойку и в срачи. Ну, как бы, я не знаю, там, побежите к Фреду и скажете, вот, там, чувак тебя обосрал. Фред, естественно, про меня снимать ничего не будет, потому что я, ну, как бы, не гитарист абсолютный. Но я могу вам сказать, что вот Фред, он, как его группа Jays. Ну, абсолютно безликая группа. Ты, ну, роботизированная, высшая математика. Ты такой сидишь и знаешь, так, сейчас здесь она будет, девочка эта, вокалистка, петь под бас и барабаны, под ритм-секцию. Ну, послушал. Вот сейчас здесь гитары вступят, чик, они вступили. Вот здесь сейчас ямочка будет, раз ямочка. Вот здесь сейчас будет кода, раз кода. Ну, все математически, грамотно, все супер, выстроено. Но, вот, это абсолютно ни о чем. Да, ни о чем. Но если бы, например, вот эту группу Jays взять и, допустим, они же могут это сделать, просто они, видимо, ну, нет такой задачи ни у кого. Но, допустим, купить хиты у композитора. Допустим, взять композитора-аранжировщика, который все это продаст им текст, песню, аранжировку. Нанять человека, который сделает им имидж, продюсера и так далее. Все это сделать. И эти ребята просто выйдут и будут офигительно рубить. Просто рубить жестко хитовые песни. Это будет просто нереально круто. Вот и все. Как бы, понятно, что большинство групп не могут придумать хиты. Хиты придумывают единицы, они прославляются, да, и все, как бы, победителя не судят. Но все остальные, таких миллион групп, которые остались на дне, ну, Фред, он прославился за счет другого. Он прославился как преподаватель. И это, по сути, группа преподавателя. Да, она, может, сама группа, там может быть не быть хитов, какая разница. Вот. Но он прославился в другом. Он в другом крутой, как бы. Ну, просто Фред, он такой человек, который думает, что гитара это высшая математика. Что где-то там, допустим, нельзя погрязнить, а наоборот нужно погрязнить. Ибо... Не, вот это он как раз знает, что если нужно погрязнить, ты должен уметь играть чисто. И уметь играть, естественно, грязно. И ты можешь, да, если есть задача погрязнить, ты грязнишь. Если нет такой задачи, ты не грязнишь. Но когда человек просто не умеет чисто играть, а только грязно, ну вот он про это и говорит, что это слабый уровень. Что защищать-то? Это больший драйв, это где-то какой-то гранжовости может придать, что угодно. На концертах я имею в виду. Да и так. Ну вот высшая математика. Я думаю, что Дефрайт, он, наверное, дрочит в метроном. Причем со скоростью где-то там 180 бпм. Это вот 100%. Человек только что говорил, что не хочет участвовать ни в каких срачах. И вот сейчас он, по сути, развязывает такой прям срач. Это дичь какая-то. Ты в начале нормальные вещи говорил. Теперь тебя Остапа понесло. То есть, блин, дрочит в метроном. Ну, это уже... Говорил про оскорбление. Вот это уже оскорбления пошли. То есть, блин, высшая математика. Да, гитара и музыка – это математика. Ты не знал? Музыка – это математика. Еще про это... Кто там говорил-то? Я не помню. Блин, какие великие музыканты про это говорили. Что-то не Моцарт там про это говорил. Или... А! Не Моцарт, а то Линштейн говорил, этот ученый. Что такой, блин, такая классная музыка, но это же чистая математика. Почему она нам так нравится? Что-то типа такого. Я не буду... Я не помню, кто это говорил. Но были такие... Это постоянно... Да, потому что это математика. У тебя все ноты – это волны, которые делятся на 2, на 3, на 5. Все ноты так находятся. По такому принципу. Вот. То есть, это математика. Да. Только ее сначала сделали музыку, а потом начали математикой описывать. Как и язык. Язык сначала появлялся просто сам по себе, а потом появились правила русского языка. Начали это группировать, что, где, и уже делать правила. Которые... Почему это всякие исключения, не исключения? Потому что сначала был язык, потом правила придумывались. Так же и здесь. То есть, это да, музыка – это математика. А уж гитара-то тем более. То есть, реально играешь чисто. Ну, блин. В консерваториях учат чему? Техники. Тебя хиты никто не учит. В консерватории выпускаются каждый год до хрена учеников. И где они, ихние хиты? Нету ни у кого хитов. Потому что их учат работать. Их сажают. Допустим, ты в консерватории на скрипке отучился, тебя посадили в театре подыгрывать каким-то там этим пьесам, не знаю, постановкам. Вот сидят музыканты, 15 человек, и подыгрывают в театре какому-нибудь там, ну, какому-нибудь спектаклю, например. Это работает. И туда тебя не возьмут. Не возьмут ни тебя, никаких слэшей в такую вещь не возьмут. Туда возьмут ребят, которые на гитаре, на фортепиано, на скрипке, на трубе играют хорошо. Чисто, как роботы, как ты говоришь, как роботы. Четкая математика. Вот сел, достал писюн. Это у нас интро. Потом уже конкретно под метроном четко, четкими движениями погонял Лысого, чтобы все это было в 180 бпм, а потом оргазмирует. Вот только что ты говорил, что за Дрищенко не смешная фамилия мента. Вот это вот то, что ты сейчас растянул, вот это вот типа шутку, продрочил про метроном, это вот это вот просто не смешно. И детский сад, и ты вот сейчас нам разжевываешь. Все, мы поняли. Мы дальше все знаем, что будет. Что ты расскажешь? Вот уже кода конкретная, причем все это по времени, но четко в метроном дрочит, это 100%. Но самое главное, что когда он это дело делает, он руку держит под правильным углом, чтобы она не уставала. А когда ты держишь правильно руку, тогда и оргазм придет четкий. Запомните, дрочить нужно только в метроном. Ну и все. Как говорится, на все вопросы ответил. Дрочите в метроном. Какое-то ни о чем видео, на самом деле. Просто типа обсудил всех блогеров. Кстати, мне надо такое же сделать. То есть взять всех блогеров, которых я знаю, и просто про каждого сказать, что я о них думаю. Надо бы заморочиться такой темой. Ну а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик и смотрите мои видео. Кстати, вот прошлое видео мое было с разоблачением инфо-цыгана музыкального, который там кавер-групп учит зарабатывать деньги. И мало его людей посмотрело. Вот контент нормальный же был. Хорошее видео получилось. Вы его не смотрите. Я снимаю реакцию про Фреда-гитариста, вы ее смотрите все. Просто гораздо больше. Что бы я там про Фреда не снял. Что мне, только про Фреда теперь начинать снимать, что ли? Давайте. Всем пока.